Мы проехали полземли, пересекали реки и озера, побывали в горах и пустынях, чтобы познакомиться с ними и узнать их секреты. Казахские бахсы, камытовые Алтаи, Аюны, Севера и Южной Сибири, шаманы и ведуны, знахари и ворожеи впервые поделились своими тайнами. Те, к кому на протяжении веков относились с ужасом, трепетом и почтением, показали свои невероятные обряды, чудеса и магические рецепты. Все это в уникальном цикле Колдуны мира Как колдуны победили социализм? Правда ли, что и сегодня действуют проклятия миллионов рабов, вывезенных из Африки? Есть ли спасение от демонов, похищающих маленьких детей? Как русская женщина победила африканскую свекровь ведьму? Вот когда я с него все это сняла в скорости, она умерла, я это все вернулась. За ответами на эти вопросы мы отправимся на запад Африки, туда, где зародился культ, чьи жрецы внушают ужас во всем мире. Бенинские Вуду Впервые вы увидите, как духи мертвых вселяются в тела живых и участвуют в выборах вождя племени. Только нашей съемочной группе, главная пророчица республики Тога, расскажет о будущем страны и всего мира. Весь мир в огне, задыхаюсь, все горит, я задыхаюсь. Впервые раз мы станем свидетелями того, как живое существо уговорили умереть прямо перед камерой. Этому человеку 65 лет, по африканским меркам, глубокий старик, но ни здоровьем, ни ясностью ума он не обделен. За это Патрис, так зовут мужчину, благодарит духов и голубую кровь, которая течет в его жилах. Свою родословную Патрис ведет от самого Бенхазина, предпоследнего правителя древней Дагамеи. В современном Бенине этого монарха почитают как святого. В городе Абаме ему поставлен внушительных размеров памятник. И всякий, кто имеет к нему отношение, пользуется почетом и уважением. Патрис – хозяин целой деревни и вождь влиятельного Абамейского клана. Но по поводу будущего у старика есть опасения. Никогда не знаешь, что тебя ждет завтра, тем более в моем возрасте. Когда стоишь на пороге важного решения, нужно всегда посоветоваться с духами умерших предков. Они были большими людьми. Как скажут, так я и сделаю. Все чаще Патрис думает о смерти, но до сих пор не знает, кто из его многочисленных детей возглавит семейство после его ухода. Будет ли главой любимый сын Аллу, с которым отец никогда не расстается? А может быть, Этьен, совсем взрослый мужчина, у которого уже есть свой дом? Такие вопросы принято задавать духом. Для этого Патрис собрал домочадцев и пригласил другого представителя своего клана – колдуна Вуду. К древнему обряду и гунгун прибегают при решении сложных жизненных ситуаций. Телеканалу ТВ-3 удалось стать участниками этого уникального обряда, в котором члены одной семьи при помощи определенных звуков общаются с духами своих предков. С помощью этих криков участники церемонии впадают в транс, чтобы начать общение с мертвыми. Маленькие дети и женщины сюда не допускаются. Исключение делается лишь для жрицы Нави. Эта женщина стоит трех мужчин. Чтобы участвовать в гунгун, она прошла много обрядов посвящения. В моем доме ее уважают почти как меня самого. Члены семьи собираются у алтаря. Патрис и старшие сыновья сидят впереди. Они первыми встретят духов. Им же первым колдун подносит воду для омовения. По очереди они смывают с себя проклятия демонов, посланные недоброжелателями. Жрец берет по мелкой монете. Первый подарок духам. Но далеко не последний. Считается, что всю грязь и дурные намерения вода забрала себе. Чтобы духи не обиделись, фетиши также окропляют чистой питьевой водой и приносят в дар другие напитки. Боги Вуду питаются кровью. Ни один серьезный обряд не обходится без жертвы. Кровопролитие – основа этой религии. И любую смерть даже жертвенной птицы люди встречают торжественно. На алтарь брыжет кровь и летят перья еще живой птицы. Духи упиваются мучениями жертвами. Курицу добивают не сразу. Жрец бросает орешки и сообщает хозяину радостную весть. Духи спускаются на землю и готовы ответить на его вопросы. Вуду – американизированное название традиционных верований народов Западной Африки, главным образом Бенина, Тога и Нигерии. Но правильно здесь говорить «вадун» – могущественный дух, который вселяется в жреца. Так называют здесь и самих колдунов, которые общаются с иным миром и в первую очередь с духами предков. Именно предки являются прямо из загробных миров и решают судьбы людей. Абамей – древняя столица Бенина и один из крупнейших вудуистских центров Африки. Эти глинобитные дворцы внесены ЮНЕСКО в список объектов всемирного наследия. Здесь, в странных лабиринтах, жили короли народа Фон, чья власть и авторитет во многом держались на могуществе колдунов. Превратиться из обычного племенного культа в полноценную религию вуду помогли догамейские короли Фон, которые всячески покровительствовали жрецам и выделяли щедрые средства на проведение церемоний. Когда сюда пришли европейские миссионеры, им пришлось очень тяжело. Позиции вуду были очень сильны. Любопытно, что многие догамейские короли вместе с придворными колдунами вуду принимали активное участие в процессе работорговли, приносившем местным элитам немалый доход. Португальцы с французами грузили на свои корабли целые деревни. И можно только представить, какие проклятия летели в сторону королей и их свиты от отчаявшихся рабов. Небольников переправляли в Дакар, а уже оттуда в Америку. Так вуду появился на Гаите, Мартинике, в Луизиане и в Бразилии. Религию привезли не жрецы, а обычные люди, практиковавшие культ в своих хижинах. Жрецы же перед погрузкой на корабль проводили каждого человека вокруг дерева и рокко. Мужчин девять раз, а женщин шесть. Это делалось для того, чтобы их души после смерти вернулись в Африку. Когда получивший независимость Бенин пытался строить социализм, в стране была объявлена государственная кампания по борьбе с суевериями. Но и она не увенчалась успехом. Даже члены партии тайно посещали колдунов, а вожди и колдуны по-прежнему хозяйничали в деревнях. Колдуны Вуду оказались сильнее Карла Маркса. И в наши дни на улицах Абамея проходят красочные церемонии интронизации вождей племен под руководством колдунов Вуду. Вождя выбирают духи один раз и на всю жизнь. Именно поэтому его охраняют Зангбетто – духи-стражники, нападающие на воров и убийц. Пенинцы уверяют, что внутри этих соломенных шаров никого нет, и крутятся они сами по себе. Много лет назад Патрис тоже проходил такую церемонию. Этот момент он считает одним из самых важных в своей долгой жизни. А сейчас он больше всего хочет узнать, кто из его сыновей испытает те же чувства. Сейчас мы станем свидетелями, как духи Эгун-Гун вселяются в тела особых посланников. Их окуривают дымом и дают специальную настойку. Все это позволяет духам найти путь к их телам. Вот появляется Эгун-Гун Алуфе – дух, решающий проблемы наследства и передачи власти. Эгун-Гун Алуфе – смотрите далее. Как духи решают судьбу целого народа? Что предрекают представители иного мира нашему? Весь мир в огне, задыхаюсь, все горит. Русская бенинка стала колдуньей Вуду. Я могу вызвать дождь, я могу остановить дождь. Это палка – один из объектов почитания Эгун-Гун. Она освещена и символизирует власть, которая передается через поколения и в то же время проводит границу между миром живых и миром мертвых. Духи сообщают, что время передачи власти еще не пришло. Их встреча с Патрисом произойдет нескоро, поэтому решение вопроса о преемнике может быть отложено. Однако в ближайшие дни они обещали послать знак. Патрис и оба сына встретили эти слова с облегчением. Что ж, уходить на отдых мне еще рано. Духи сказали подождать, и мне придется последовать их совету. Наверное, мои сыновья еще слишком молоды, чтобы кто-то из них становился главой такого могущественного рода, как нас. Какое бы решение ни приняли духи, я его приму. Сегодня отец не узнал ответ, но скоро будет знак. И тогда он все узнает и объявит о решении нам, его детям. Этот большой дом в городе Ломе, столица соседнего с Бенином Тога, не только жилище большой семьи, но и крупный вдуистский храм. Сегодня Тога находится на грани военного переворота. Против диктатора страны Форигна Сиби зреет заговор, и власти подозревают в нем едва ли не каждого. Поэтому шумных обрядов тоголесцы сегодня не проводят, а человека, появившегося в людном месте с камерой, тут же отвозят в полицию. И все-таки нашей съемочной группе удалось попасть в уникальное место, куда даже полиции заходить запрещено. Здесь есть алтари всех важнейших богов. Одни в специальных помещениях, другие прямо на улице. Вот этот, где изображены наковальня, молот и кузнечные щипцы, посвящен богу железа и ремесел Гу. Госпожа Гбанфур так зовут хозяйку дома, но это ее не настоящее имя. Настоящее она при помощи магии оставила в несчастливом прошлом. Госпожа Гбанфур 12 лет прожила в Швейцарии вместе с мужем европейцем. Вспоминать о тех временах она не любит. В Швейцарии она постоянно болела, и с каждым годом ее отношения с мужем становились все хуже и хуже. Когда я осталась одна, то почувствовала, что скоро наступит конец. Мне было очень плохо. Рядом не было ни одного близкого человека. И в самый тяжелый момент ко мне спустились духи. Почему они решили мне помочь, я не знаю. В Европе я почти забыла о родных африканских традициях. Но они на меня не прогневались, а повелели мне просто возвращаться домой. Я послушалась, и здесь, в Того, все мои болезни прошли. Я снова счастлива. Теперь я всегда спрашиваю совета у них, у тех, кто наверху. Дома госпожа Гбанфур не просто поправилась, но и обрела способность к колдовству. Ее силу признали даже старые колдуны. Проводить обряды ей помогают самые уважаемые члены родов. Она очень большая колдунья. У нее большая сила, очень большая. Она еще сама не понимает, насколько. В какой-то момент в комнате становится невыносимо жарко. Духи рядом, колдунья входит в транс. Старухи тщательно следят за обрядом, чтобы в любой момент помочь колдунье прогнать злых духов. Они предупредили, что камера может им не понравиться, поэтому снимать приходится практически в темноте. Весь мир в огне. Задыхаюсь. Все горит. Я задыхаюсь. Но кажется, все идет неплохо. Женщину перестает трясти. Она начинает ходить по комнатам и петь песни. Это хороший знак. Общение с духами в самом разгаре. Со мной говорили посланцы Сакпата, бога земли. Сакпата сказал, что ждет гостей. Скоро он приведет в свои объятия много-много людей. Земля упьется кровью, и Сакпата будет рад. Спасутся те, кто его почитает, кто дает ему кровь сейчас. Сакпата бережет своих детей. Мы его дети. Мы спасемся. Что это означает, нам не пояснил даже старый жрец. Госпожа Гванфур видит то, что не дано понять простым смертным. Быть может, она имела в виду события в ее родном Тога, а может, предрекла незавидное будущее всей планете. Озеро Нокуя мывает северные окраины порта Катану. Отсюда пролегает путь до удивительного города, раскинувшегося прямо на воде. 500 лет назад наши предки бежали сюда от воинов Догомейского короля. Нас было намного меньше, но мы были умнее. Догомейцам было запрещено входить в воду озера. Духи народов фон завещали своим детям избегать большой воды. Наши жрецы об этом прознали, и спасаясь от рабства, повели народ в озеро. Так возник город Ганвье. Ганвье – это значит спасение. Этот крепкий мужчина из племени Тафину. Среди своих считается богачом. У него есть две моторные лодки. Большинство его собратьев – рыбаки. Остальные бенинцы посмеиваются над отшельниками Тафину, называя их водяными крысами. Даже по африканским меркам Тафину живут в спартанских условиях. Без электричества, телефонной связи, водоснабжения, канализации. Правительство предлагало поселить людей на сушу, в новые бетонные дома. Но мы отказались. Эммануэль уверен, что деньги и благополучие ему принесло покровительство маме Вата, что, впрочем, не мешает ему носить христианский крестик. Никаких противоречий он в этом не видит. То же самое можно сказать и про большинство его соотечественников. Христианство и вудуизм живут в бенине бок о бок друг с другом. Каждое воскресенье в Кафедральном соборе Натердам-де-Катану проходит торжественная месса. Днем истовые католики, свято верящие в то, что ничего на свете не сможет помешать называть их добрыми христианами, проникновенно слушают проповедь. Но вечером, когда над городом сгустятся сумерки, кое-кто из этих добрых христиан отправится к колдунам, а кто-то и сам приступит к совершению обрядов. И то, что произойдет в тесных стенах хижины при тусклом свете свечей, для многих будет намного важнее слов, провозглашаемых под величественными сводами христианского храма. Потенциальное сражение с колдунами вуду за умы людей в этих краях христианство, скорее всего, уже проиграло. Даже папа римский Бенедикт XVI, посетивший Катану в конце 2011 года, отозвался о вуду предельно корректно, особо отметив бережное отношение бенинского народа к своим традициям. Война с вуду? Бросьте! Мы уважаем культ предков и не хотим противопоставлять себя мировоззрению, сложившемуся много веков назад. Для христианства никаких проблем традиции не доставляют. Никто друг другу не мешает. Мы живем в мире, как и учил Христос. Не вижу ничего плохого в том, что люди берут самое хорошее от разных религий. Бенинцы уверены, что любая искренняя молитва доходит до Создателя. Нередко сами священники идут к колдуну вуду и просят его приумножить число прихожан. Мы отправляемся в Ганвье, город, стоящий на воде. Здесь местные жители поклоняются не только духу воды. В центре города, над которым возвышается статуя короля-основателя, расположено сразу несколько вудуистских святынь. Если муж подозревает жену в измене, он ведет ее на это место. Никто не посмеет здесь солгать. Клетово преступники долго не живут. А внутри этого небольшого храма на сваях, куда нужно заходить только босиком, живут души мертвых прямо в этих глиняных кувшинах. На Алтай маме вата довольно часто проливается кровь. У одной пары три года не было детей. Им сказали купить корову и привезти ее сюда. Не удивляйтесь, они все сделали, как было сказано. Погрузили живую тушу в большую лодку и доставили прямо к алтарю. Дорого, а что поделаешь. Пришлось занять денег, но указание жреца выполнили. Меньше чем через год эти люди привезли сюда еще одну корову. На руках у матери было двое близнецов. Боги ответили щедростью на щедрость. Сам Эммануэль обязан своим жизненным успехом попа местному колдуну. Он живет не в тростниковой хижине, а в добротном каменном доме. Построить его помогли благодарные клиенты, включая Эммануэля. Жрец всегда встречает дорогого гостя крепкими настойками на основе различных трав, разлитыми в богато украшенные бутылки. Они одновременно являются фетишами. В этом доме им поклоняются наравне с другими духами. Смотрите далее. Кто защищает водяной народ от всех напастей? Где раздобыть прах черного кота и сушеную кожу игуаны? Куда в первую очередь обращаются русские бенинцы, попавшие в беду? Друзья посоветовали обратиться к колдунам. Как президент Бенина выиграл выборы при помощи колдовства? Ко мне много кто приезжает, и Бани тоже был, да. Бенинские будут. Важная составляющая культа вуду – песня и танец. Так ублажают духов жители Ганвье. Особенно любит танцы великая Мамивата. Мамивата – мать вода. Ее почитают здесь на протяжении тысячелетий. Это Мамивата защищает маленький народ Тафину от ужаса цивилизации, дает им силы жить над водной бездной. Мамивата спасла своих сыновей от колонизаторов и работорговцев, укрыв их в тумане, стоявшем много дней над озером. Огонь и вода – два противоположных начала. Колдун вуду скрепляет их кровью жертвы. А эту птицу привез Эммануэль. Ее вот-вот принесут в жертву во имя его новых успехов в будущем. Жрец внимательно следит за тем, чтобы каждый дух получил свою порцию крови. Он смазывает кровью свою руку и дает духам напиться. Несмотря на добродушие, папа Ядене – один из самых сильных колдунов вуду. Его побаиваются даже на берегу, а потому стремятся завоевать его расположение. Несколько лет назад к этому жрецу приезжал будущий президент Бенина – Яи Бони. Тогда еще просто видный политик и банкир. Бони о чем-то долго говорил с папа, а когда уехал, то жрец провел обряд, о подробностях которого никому не рассказывает до сих пор. Через месяц состоялись президентские выборы, которые Бони выиграл с результатом в 75% голосов. Ко мне много кто приезжает. И Бони тоже был, да. И другие политики. Мы с ними много беседовали, и они понимают, как важно уважать духов. Они умные люди. Катану по сравнению с Ганвье – оплот цивилизации и очаг культуры. Но пыль и смог городских улиц оказываются лишь завесой, за каждой складкой которой прячется магия вуду. На рынке Дантокпа можно найти практически все. От огромных мешков угля до новейшей японской электронной техники. Но главное – это магические фетиши и ингредиенты для колдовских снадобий. Зевакам на рынке не рады. И если у вас фотокамера, то можно нарваться на серьезные неприятности. Дневной оборот Дантокпа – 4 миллиона долларов. Прах черного кота, обезьяньи зубы, флакончик со слезами болотного крокодила и толченные когти игуаны – все это предметы первой необходимости в быту у огромного количества колдунов Западной Африки. Сату всего 24, но на рынке его уважают. Он с гордостью демонстрирует череп гориллы, показывает высушенную шкуру. Весь этот ряд принадлежит одному ему, и соседи поглядывают на него не без зависти. Но одно дело – люди, совсем другое – духи. Перед тем, как разрешить нам включить камеру, Сату посоветовался с духами. Те дали добро, тем более, что из России для них был небольшой подарок. Хороший знак. Духи приняли ваш дар. Можете снимать. Самый ходовой товар у Сату – тушки хамелеона. Их используют для приворота. Причем не только любимого человека, но и начальника на работе. Карьера для бенинца – вещь почти такая же святая, как и семья. Как говорит Сату, люди тратят немалые деньги, чтобы навести порчу на более удачливого коллегу или заставить босса обратить на себя внимание. Приходят и работодатели. Если в коллективе проблема с дисциплиной, то в ход идет вот такая собачья голова. Кто ко мне приходит? Обычные люди, которым нужно пойти к колдуну и провести какой-то обряд. Чем он сложнее, тем больше разных предметов нужно купить. Сами колдуны не ходят за покупками. Здесь принято, чтобы все необходимое добывал именно тот человек, для кого делается обряд или церемония, а не посредник, коим является жрец. Постоянным клиентам я делаю скидки, а тем, кто сильно нуждается, разрешаю принести деньги потом. Обманывают очень редко. Люди знают, что со мной лучше не ссориться. Зинаида Батока живет в Бенине 16 лет. В Катану ориентируется не хуже, чем в родном Липецке. Прекрасно говорит на местном диалекте французского и смело торгуется с самыми суровыми торговками на рынке. Бананы, ананасы, папайя и манго стали для нее обыденностью, а яблоки, редька и картошка – экзотикой. На первый взгляд история этой женщины вполне прозаична. Родилась в простой русской семье, окончила среднюю школу, пыталась поступить в МГУ, но вместо учебы в Москве она встретила Бенинца Исмаила, приехавшего учиться в нашу страну. Главокружительный роман, большая любовь, и вскоре на свет появился Фамир. Из России начало 90-х молодая семья уехала в Бенин, где у получившего высшее образование Исмаила были большие перспективы. Дом, достаток, любимый муж, маленький сын – это были годы простого семейного счастья, которое прекратилось совершенно внезапным и таинственным образом. Начались проблемы в семье, со здоровьем, с деньгами. Все такое получилось непонятно. Сначала так все было хорошо и счастливо, а потом резко проблемы, проблемы, проблемы не проходят. В конце концов муж сошел с ума полностью, перестал как бы узнавать, кроме меня. И друзья посоветовали обратиться к колдунам. Колдунов в Бенине великое множество, но пойти можно далеко не ко всякому. Обычно семьи прибегают к помощи своих родовых жрецов. Среди родственников мужа Зинаиды был такой человек. Его зовут Альфа Траоре. Альфа – не только могущественный колдун Вуду и сильный лекарь, а еще и нежный папа. Ну как успехи с математикой? Все хорошо. А у тебя? Все хорошо, папа. Колдун Альфа берет силу вот у этого дерева, стоящего прямо посреди его обширного двора. Пока листья зелены, а корни прочно сидят в земле, никто не сможет лишить колдуна его могущества. Совсем неподалеку на правах полноценного члена семьи живет вот этот козел. Он, как и дерево, имеет важное значение для всех проводимых ритуалов. На него Альфа сейчас перенес болезнь одного человека и дни его сочтены. Сверхъестественные способности Альфа получил от дедушки, который умер в 18-й день рождения. Альфа увидел в этом факте глубокий символизм и решил посвятить свою жизнь служению духам. В нашем городе магия жила буквально в каждом доме. Раньше, например, умерших не хоронили, они сами вставали и шли до могил. Но со временем колдунов оставалось все меньше. И мой отец был против того, чтобы я пошел по стопам дедушки. По мнению родителей, я должен был сделать блестящую армейскую карьеру. Именно поэтому в 19 лет меня, вопреки собственной воле, отправили в Ливию, в военное училище. В песках Ливийской пустыни Альфа постиг мудрость ислама. При этом от культа предков не отказался, даже наоборот. Мусульманская вера помогла ему лучше понять самого себя и ту новую силу, которую он в себе почувствовал после смерти деда. Поглядите, эти символы есть даже в телефоне. Для меня они означают связь. Очень многие проблемы я решаю на расстоянии для тех людей, кто находится в Америке или Европе. После возвращения из Ливии, Альфа ушел в отшельники. Три года он жил в джунглях, питаясь плодами и кореньями. Изредка он заходил в деревни, где милосердные люди давали ему воду, лепешки и маис. Это был сложный, но очень полезный опыт. Все три года я постигал себя, общался с духами, пока, наконец, не обрел полную свободу. Я имею в виду внутреннюю свободу, конечно. В то время я помню, как во сне. Такое ощущение, что я шел не сам, а меня кто-то направлял. Думаю, что это был мой дед. Вернувшись домой, я стал помогать людям. Тех, кто может назвать Альфу своим спасителем, тысячи. Сам он точный подсчет не ведет, но соседи называют примерно такие цифры. В свое время вот этот молодой человек прогневал автомобильного бога Гу и попал в страшную аварию. В больнице ему ампутировали ноги. С каждым днем ему становилось все хуже и хуже. Его родственник обратился к Альфе. После обряда парень не только поправился, но и открыл в себе новые способности. Теперь его зовут Сам Далор, по-русски «Золотой Сэм». И он довольно известный в Бенине исполнитель популярной музыки. Он поет о сложной жизни простого парня, о любви, об отношениях, в семье. Но главную свою песню без аккомпанемента он посвятил Альфе. Смотрите, далее. Как колдун уговорил курицу расстаться с жизнью. Правда ли, что и в Африке самые сильные ведьмы – свекрови? Сначала она вредила моей жене, теперь переключилась и на меня. Как русская женщина превратилась в африканскую колдунью? Я могу вызвать дождь, я могу остановить дождь. Эксклюзивное видео из дворца Бенинского императора «Колдуна». Остальные под землей. Бенинские будут. Однако не всегда колдовство Альфы заканчивалось благополучно. Семь лет назад к нему обратился человек, у жены которого проходили тяжелые роды. Женщина была на грани смерти, кроме того, был риск потерять ребенка. Я увидел, что возле роддома на камне сидит старая женщина. Она была ведьмой. Она и мешала. Эта женщина оказалась матерью человека, который ко мне пришел. Он отказался прогнать ее с камня, и мне пришлось вызвать духов и ставить защиту без его согласия. Так делать нельзя. Поэтому духи на меня разозлились, подняли воздух и швырнули на землю. Так у меня появился этот шрам. Ребенку удалось спасти, а вот жена умерла. Во многих подобных историях именно свекровь несет зло семье сына. Процент ведьм среди свекровей почему-то особенно велик. Из-за колдовства свекрови пришла к Альфе и эта семейная пара. Томас – успешный адвокат, дела которого в последнее время не ладятся, как на работе, так и дома. Скандалы с женой не утихают ни на час. Альфа приказал им прийти в дождь, объяснив это тем, что духи в такие дни особенно активны. Специально для нашей съемочной группы колдун Альфа решил показать уникальный обряд, в котором он обращается как к жизни, так и к смерти. Для того, чтобы гадание получилось верным, ему нужно две птицы. Одна символизирует молодость, чистоту и жажду жизни, вторая – старость, болезни и смерть. И самое главное – смерть должна быть бескровной. Это невероятно, но колдун собирается с заклинаниями уговорить курицу умереть. Альфа предупредил, что мы не услышим и слова из его заклинаний. Так и произошло. Ассистент колдуна на улице совершает обряд для усиления ливня. В это невозможно поверить, если бы мы не увидели это своими глазами. Но через несколько минут, дернувшись в последней судороге, курица испустила дух. Колдовство действует. Духи услышали Альфу. Белую птицу вносят только после того, как перестала двигаться темная. Колдун окропляет джинам священное место, омывает руки в специальном растворе, настраивается и начинает говорить. Будто по мановению волшебной палочки дождь прекратился. Совсем недавно ты вернулся из большого путешествия. Да, я вижу, что ты был далеко. Там тебе было очень плохо. Те, кто желает тебе зла, преследовали тебя. Ты испытывал сильный страх. Именно страх мешает тебе в этой жизни и страх заставляет тебя быть жестоким с женой. Ей пришлось за тебя много страдать, и ты должен это ценить. Твоя жена самый близкий тебе человек, но и ей, и тебе желают смерти. Тебя хочет убить твоя мать, но у нее это не получится. Альфа подробно рассказывает, что и как нужно сделать, чтобы у ведьмы, именно так он назвал мать адвоката, ничего не получилось. Конечно, не очень приятно слышать такие вещи о своей семье, но, увы, я и сам подозревал, что мать не желает мне добра. Сначала она вредила моей жене, теперь переключилась и на меня. Альфа говорил про путешествия, и он прав, хотя я ему ничего не рассказывал. Недавно я летал в Канаду, и там ночью, прямо посреди улицы, на меня напала большая сова. Это была ведьма, и я в страхах бежал от нее. Альфа говорит, что бояться нельзя. Я ему верю. Он мудрый человек. Зинаида, семью которой сгубила злая свекровь, на эту тему предпочитает не шутить. Она уверена, что порчу и на ее мужа тоже наслала его собственная мать. Сначала он был в больнице, лежал. Естественно, я приходила, естественно, родственники приходили. Когда он сказал, вот это лекарство, оно было страшное, вонючее, я извиняюсь, вот как моча осла, вот ужасный запах. Но он должен был это пить. Я ему проносила, и он пил. И потом он мне звонил по телефону, еще тогда не было мобильников, это было очень много лет назад. Был у нас домашний телефон. И вот он звонит. Принеси. То есть он забыл практически все слова, кроме меня никого не узнаваловат. Принеси. Что? Принеси. Родственники мужа были против этого лечения. Они настроили против Зины врачей. На входе в больницу ее обыскивали, но она преодолела все препятствия, и в конце концов, Исмаила выписали из больницы. Но дома война с ведьмой продолжилась. В душе я закрываю дверь, и даю ему это лекарство, он выпивает, и ему становится легче. Мама сидит на террасе, она чувствует, ее корежит, ее все ломает. Она начинает орать, ломайте дверь в душ, она ему дает лекарство, ломайте дверь. Ей все тело болит. За что она так его? Ведьма. Сложно поверить, что родная мать способна на такое, но в Бенине этому есть простое объяснение. А чем ближе человек, тем вкуснее для ведьмы, тем лучше. Они должны есть самых лучших, самых близких и самых успешных. Вот у нее пятеро детей живых на тот момент было, и он имел самое лучшее образование плюс белую жену. То есть он был самый успешный из всех детей. Самый близкий, самый успешный, самый вкусный. Вот когда я с него все это сняла в скорости, она умерла, я это все вернулась. Однако у этой истории несчастливый финал. Несмотря на чудесное, казалось бы, спасение, Исмаил долго не протянул. Борьбой с нечистой силой его здоровье было окончательно подорвано. Зинаида осталась вдовой. Она уверена, что смерть мужа не случайна, что черное дело свекрови продолжили его родственники. Те люди, которые желали ему зла, обращались к более сильным колдунам. И вот это происходило постоянная борьба. Я бегу, где-то что-то делаю. Облегчается, они бегут, делают что-то. Ухудшается. И так оно продолжалось, продолжалось. Потом получилось так, что он уехал в другой город, а я не могла ехать туда, потому что у меня здесь бизнес. Я туда приезжала наездами. Там, конечно, они на него насели конкретно. И он умер. Я даже знаю, почему я даже видела, кто навел на него эту последнюю порчу, потому что один человек вечером приехал и из гнезда над его террасой вытащил живую птицу, ласточку, и увез с собой. И на следующий день муж умер. То есть на эту ласточку, через эту ласточку была нанесена эта порча на смерть. Чтобы защитить себя и сына, она прошла посвящение и вступила в тайное общество Акбони, цель которого магическая борьба с ведьмами во всем мире. Теперь Зинаида и сама стала колдункой. Я сразу почувствовала, что у меня появилась сила буквально после первой церемонии инициации. все, что я хочу. Есть, конечно, я не могу показывать этот секрет, но что-то определенное, легкое нужно сделать и получается. Например, я могу вызвать дождь, я могу остановить дождь. Если я стою в пробке, много рядов и страшная пробка, я могу продвинуть свой ряд и приехать на встречу вовремя, не без опозданий. Даже один раз я остановила бандитов, на меня хотели напасть. Я им ничего не говорила, просто что-то сделала. Они передумали, развернулись и убежали. Магическое братство Акбони насчитывает 16 миллионов членов во всем мире. Большая часть адептов, конечно же, проживает в Западной Африке, Бенини, Тога, Нигерии, Кот-де-Вуари. Но среди посвященных есть и европейцы. После вступления в общество бороться с ведьмами Зине стало проще, а для многих людей она сама стала наставницей. Ее статус подтверждает официальный сертификат. Меня избрали чифом в деревне Буту-Виллич в Нигерии, Аби-Астейт. Я была там на церемонии инаугурации одного особняка моего друга и останавливала дождь во время церемонии. Его колдуна не справилась и деревня решила избрать меня чифом. Чиф – это значит шеф, это кто-то, кто обладает определенной силой и к которому можно прийти за советом и за помощью. Иерархия ордена Акбони запутана и покрыта мраком. Знающие люди в полголоса шепчутся о темных делах, творящихся под эгидой охоты на ведьм. Возглавляет братство очень богатый человек, называющий себя императором. Он живет в одном из роскошных домов в Катану и попасть к нему на прием может далеко не каждый. Однако в особых случаях он делает исключение. Таким особым случаем стал приезд съемочной группы ТВ-3. Знакомьтесь, его императорское величество Кабеси-Ова-Лобби в миру Эль-Хадж Адам-Абибу. Без силохранителей не передвигается даже по территории дворца. От нечистой силы он убережется сам, а вот с наемниками, посланными завистниками, может и не справиться. Остальные под землей. Происхождение поразительного богатства император объясняет пожертвованиями благодарных подданных и всех тех, кого он спас от ведьм. Но люди поговаривают, что он сам наколдовал себе богатство. Каждый день на улице перед входом в императорские покои сидят люди, ожидающие аудиенции. Проблемы у них самые разные. А вот внушительного вида козел по имени Амбассадор подарок диктатора Тога Фуре Гнасибе. Смотрите далее. Что скрывается за высокими стенами дворца африканского императора? Какие демоны крадут в Африке маленьких детей? Почему колдун пьет вместо чая настойку из живых тритонов? 46 лет я борюсь за мир во всем мире. У меня есть большая сила и я ее использую на благо человечеству. Если в какой-то стране начинается война, глава государства обращается ко мне и я довольно быстро останавливаю конфликт. Чем больше людей войдет в наши братства, тем лучше будет жизнь на земле. Все трудности от ведьм. Смысл моей жизни борьба с дьяволом. На эксклюзивных кадрах, предоставленных спецслужбами императора Акбони, девочки, которые являются самыми настоящими и очень опасными ведьмами. Император утверждает, что на счету каждой из них не одна человеческая жизнь. Людей вроде императора в Африке называют Аладжа, избранный, богач. Происхождение любого богатства бенинцы связывают с колдовством. Чем сильнее Гри-Гри, то есть вудуистский талисман, тем больше денег принесет. Сила зависит от жертвы. Я знаю, что в Бенине есть колдуны, которые делают человеческие жертвоприношения. Самой сильной жертвой вуду считаются младенцы. Для большинства колдунов человеческая жизнь священна и неприкосновенна. Но есть и те, кто попадает под влияние демонов. Барьеров у них не существует. Тем более, когда за детскую кровь дают хорошие деньги. В Бенине подобное встречается все-таки реже, чем в соседней Нигерии. Именно оттуда пришло поверье об Абику, демонах, которые похищают и убивают младенцев. Таких детей также называют Абику. Перевод с Йоруба звучит просто приговоренный к смерти. Матиас колдун вуду, знающий об Абику практически все. Он представитель третьего поколения мужчин в своей семье, кто всю жизнь сражается с демонами детоубийцами. Эти куклы изображают Матиаса и его сестру-двойняшку, умершую во младенчестве. Ее забрал Абику. Вместе с ней на тот свет должен был отправиться и брат, но мальчик остался жив благодаря деду. Прежде чем обрести силу, дед потерял десять детей. Абику хотели сломить его волю. Он поехал в Нигерию и прошел несколько обрядов посвящения. Он победил Абику. Все его следующие дети, включая моего отца, выросли здоровыми. Дед спас и меня. От него я узнал много об Абику. Матиас глава большого семейства. Соседи его с заступничеством духов. Изображения Абику защищают наш дом от напастей. Вот, видите, сколько их тут. Отец передал мне кое-какие знания, но мне еще предстоит многому научиться. Чтобы Абику не забрали ребенка из шрева матери, им нужно принести щедрую жертву, то есть выкупить ребенка. Сегодня семья Матиаса просит у духов послать семье сына новых искусству. Сегодня ему доверили важную миссию перерезать горло жертвенному козленку. КОЗЛЕНКУ Главное в этой церемонии не прикоснуться к демону. Если ты прижат и некуда бежать, то от этого Абику можно откупиться монеткой. В конце концов один из демонов забирает себе тело козленка и вместе с ним удаляется со двора. Это означает, что Абику приняли жертву. Люди победили. Над Бенином снова сгущаются тучи. Идеальная погода для колдовства. За рулем своего старенького Пежо Зинаида едет в Порто Ново, город, рядом с которым живет колдун Фа, человек, узнающий будущее напрямую у богов. Дом Гонго Данзу буквально нашпигован различными магическими предметами. Эта цепь заключает в себе силу дома. Выдернуть ее из земли не смогут даже несколько сильных мужчин. В этом доме фетиш подкармливают курятиной, маисом и поют пальмовым самогоном. Он даже кока-колу пьет. За одну ночь уничтожит целую бутылку. Очень любит. Перед обрядом Фа колдун Бакона выпивает настойку из настоящих тритонов. Крепкий напиток на ящерицах помогает гадальщику настроить себя на нужный лад. У Фа есть ключи от дверей в будущее. Циклинуть туда дано не каждому. Это серьезное испытание и большое искушение. Я использую магические цепи, но в руках обычного человека это просто кусок металла. Почти сразу Бакона говорит, в жизни женщины была большая потеря. Из-за нее она страдает до сих пор. Тогда звучит главный вопрос. Почему умер мой муж? Это была не его смерть. Смерть от рук других. Те, кто желает зла тебе, но не может тебя достать. Будь сильный и иди своей дорогой. Не смотри назад, там горе. Смотри вперед, там радость. На улице их встретил ливень. Ни Зина, ни Бакона его не испугались. Очень хотелось попасть в эту сказку, самую видеть, как происходят чудеса, как выглядит полшеобница, фея. Здесь это не сказка, это обычная жизнь. Обычная жизнь для миллионов и миллионов людей, наполненная кознями злых колдунов и спасительной силой неведомых духов. Вызвать их из иного мира не проблема. Но как совладать с этой страшной могучей силой? Воля жрецов воду и звук барабана способны увести туда, откуда можно никогда не вернуться. Так зовет, так неистово стучит и кричит таинственное сердце Африки. Редактор субтитров